Меня зовут Катя, это Сильви, немецкий ягдтерьер, ей скоро будет 2 года. Очень взрывной, веселая, активная, очень со всеми, очень любит общаться, особенно с людьми, очень хорошо идет на контакт, очень разная всегда. Сегодня она может из себя так, а завтра совершенно по-другому, невозможно предсказать. Да, они мало того, что похожи, они родственники, они от одной породы образованы, фокстерьер. Очень похожи, очень и внешне, и по характеру, одинаково активная, любит людей, схожестей много на самом деле. Очень сильный. Она может идеально слушаться там 10 дней, и на 11 она увидит мышку какую-нибудь в лесу зайчика, и все там, только ловить. Активную. Активную, в идеале охотником, собака в любом случае охотничья, и если ее будут брать для того, для чего она была рождена, это идеально. Достаточно. Нельзя сказать, что прям чересчур очень сильно, но вот если ее оставить на родителей, на родственников, друзей, там, я куда-то иду, она начинает сразу кричать. И не любит, когда я ухожу от нее куда-то. Не знаю, насколько это можно назвать привязанностью, но какое-то такое на есть. Детей она не очень любит. У нас есть целый маленький ребенок в семье, и она знает, что это такое, и чужих старается опасаться. К взрослым людям очень хорошо относятся, очень охотно идет на контакт. Через раз. Сегодня спокойно бегает, завтра может на кого-нибудь прыгнуть с не очень доброжелательными верениями. От собаки зависит. С маленькими она не дружит совершенно. Чем больше собака, тем ей интереснее. Чуть уже через раз очень на всех по-разному. Играть очень любит. В целом, порода очень здоровая. Не знаю, правда. Насколько я знаю, нет. Нет, но как и любую собаку, конечно, желательно накормить мясо. Корм используем в качестве вкусняшек на улице, а дома всегда мясо. Очень активно. Гуляем каждый день по два раза, в идеале по часу, когда получается побольше. Всегда очень активно. Повторяем команды, много бегаем. Очень любят бегать на велосипеде со мной. Играем, да, очень много. Очень активно. Патировку она не любит. Это собака, которая не очень охотно приносит предметы. Скорее, да, чем нет. Ну, не все, конечно, какие-то, бывает, изопрямство не хочет. Учит достаточно быстро. Вопрос в том, как выполняет уже. Мы занимаемся курсингом очень активно в этом году. Мы взяли чемпион России по двигам с механической приманкой. Иногда ходим к кинологу, да, когда всплывают какие-то неожиданные проблемы, с которыми я сама справиться не могу. Так, да, в основном занятия какие-то. Что-то меня заинтересовало. Мы вот пошли, попробовали. Понравилось, ходим дальше. Не понравилось. Ну, ладно. Очень долго и методично она ходила в туалет мне на кровать. Это было очень неожиданно. Кинологом опросились мы очень поздно, к сожалению, по моей глупости. Это, наверное, было самое такое... Того, чего я ожидать никак не могла, что у меня собака будет мне на кровать гадить. Ну, неожиданно, конечно. Ей был случай, когда она... Для нее, видимо, это была игра, а для другой собаки она решила, что она ее выгоняет. Другая собака испугалась. Она догнала ее аккуратно до выхода из парка и сама вернулась с чувством, выполнила долго ко мне. Это тоже было очень неожиданно. Очень удивились. Нет, когда играет, постоянно орет, беспрерывно. А дома приходят гости, даже удивляются, что у нас собака дома. Потому что вообще ее не слышно, абсолютно. Неважно, кто пришел, она лежит у себя, и ей абсолютно пофиг, что там происходит. Очень дома умолчливая. Моя пару раз в месяц. В летний период чуть почаще. Шерсть, конечно, зависит очень от сипа. Но ее что-то среднее между жестким и гладким требует выщипывания, вычесывания. Ленька беспрерывная. Круглый год. Ну, выщипаешь там две недели, спокойствие. Достаточно сильно сыпется, да. Надо отщипывать постоянно. Раз в пару недель садимся и очень тщательно обдергиваем. Сложно сказать. Очень зависит от того, какие занятия посещаем. Куда мне там привело пойти сегодня. В этот месяц мы туда ходим, в другой не ходим. На питание уходит около пяти тысяч в месяц. На занятия, ну, также от двух до пяти-семи тысяч. Собака не компанейская. В первую очередь, это охотник. Очень важно при воспитании уделять внимание инстинктам. Потому что брать собаку охотничь, чтобы их перебивать, ну, тогда это... Я не знаю, зачем это делать. С учетом уважения инстинктов, это очень сложно. Всегда как-то построить взаимоотношения с собакой. Ну, вот, наверное, то, что очень много времени уходит на воспитание, особенно первые несколько лет жизни. Друзья, пишите, о каких породах вам было бы интересно узнать. И мы снимем о них новое видео. Спасибо за внимание и пока-пока.